Итак, у меня тут достаточно длинная презентация, поэтому в связи с тем, что я только что сказал, сделаем это следующим образом. Я основные, так сказать, интересные вещи, которые есть на слайдах, покажу, представлю и расскажу, а все остальное, ну, при желании, сборник будет и, может быть, в этом сборнике прочитать. Ну, первое, это эпиграф. Как многие из вас, наверное, слышали, если не все, то первый раз за много-много лет президент Российской Федерации на открытом уроке откровенно сказал по поводу развития будущего нашей страны, по поводу развития перспективных исследований. Вот здесь написано, я уже не буду зачитывать, но, тем не менее, все-таки... Зачитайте, пожалуйста. Да, плохо видно? Да. Ну, хорошо, тогда получается. Тот, кто станет лидером в этой сфере, имеется в виду сфера развития использования искусственного интеллекта, тот будет властелином мира. Когда президент страны произносит такие вещи, то вы, как догадываетесь, это неспроста. Так, я как человек, который долго занимается подобными штуками, я вам могу сказать, что это не только неспроста, а это, скажем так, на года два, может быть, три запоздало. Поранчего не было. Так, ну да ладно, хорошо, хоть сейчас. Спасибо. Итак, здесь я набросал некоторое количество тезисно того, что происходит в мире на 17-й год в этой области. Я зачитывать это все не буду, просто по тем соображениям, о которых я говорил. Тут много всего интересного, но, тем не менее. Итак, я остановлюсь только на последнем. Небезызвестный миллиардер Илон Маск, кто его не знает, пожалуйста, посмотрите в интернете. Основатель SpaceX и основатель OpenAI, то есть открытый искусственный интеллект, о котором я уже говорил в прошлом году. Он отреагировал на слова Путина и написал в следующем своем твиттере. База превосходства в сфере искусственного интеллекта на государственном уровне, скорее всего, станет причиной Третьей мировой войны. Он знает, о чем говорит. Она может быть начата не лидерами держав, а одним из искусственных интеллектов, если тот решит, что упреждающий удар даст больше шансов на победу. Я здесь английский вариант к этому саму привел, так что можете насчет перевода, что называется, поинтересоваться. Что для нас с вами важно? Вот мы живем, 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 а в это время технологии развиваются, и через пару лет искусственный интеллект в Соединенных Штатах, видимо, будет на таком уровне, что сможет сам давать рекомендации политикам, когда начинать войну. Пока политики прислушиваются к этим рекомендациям, но кто же их знает. Может, перестанут прислушиваться, может, как будут действовать напрямую. А у политиков это главная сейчас проблема? Что должен войну начать? На учет какие-то другие проблемы. Ну, что касается президентов Трампа, то, безусловно, главная проблема, иначе импичных будет. Вот, как говорят, без вариантов. Серьезная моральная деградация политика. Ну, это в другой раз. О-о-о, мы не будем сейчас о морали политиков говорить. Она во всем мире, скажем, немножко страдает. Так что у наших тоже политиков мораль не самая высшая. А если бы она была выше, то средняя зарплата в Советском уровне, извините меня, в Российской Федерации была бы на уровне средней зарплаты, по крайней мере, в Франции. А у нас, по крайней мере, в три раза не это. Так что чего говорить о морали? Будем говорить о том, что касается человечества. Так, дальше. Я вот тут тоже вывел мнение одного из наших предыдущих специалистов в этой области. Михаил Бурск, он заведует лабораторией МФТИ. Если кто знает, это один из тех вузов, который занимает место в мировом рейтинге, ну, среди российских первые, среди мировых, там, какой-то, сорок, какой-то, не помню. Так вот, он считает, что еще есть у нас с вами в запасе, там, 50-100 лет и так далее и так подобное. Смею вас заверить, он сильно заблуждается. Нет у нас никаких 50 лет в запасе. Так, дальше. Я тут написал то, что уже сделано мной и людьми, которые со мной вместе работают по этому поводу. То есть по поводу построения какой-то МФТИ. Ну, самое главное, это теория, на которой все это, на которой все это, как фундаменте стоит. И есть целый ряд практических заделок. В том смысле, что разработаны и проверены в большом количестве самые разные алгоритмы. Которых, слава тебе, господи, у американцев пока нет. Если бы они у них были, то даже с нами уже не было. Кошмар. Ну, это правда. Ваши теории исследования уже засекретены или пока еще находятся в открытом доступе? Ну, кто-то еще находится в открытом доступе. Понятно. Ну, уж как, давайте без политики. Ну, то есть никакой политики. Я просто не вижу, что это. Поэтому я предпочитаю, и я об этом буду говорить дальше, да, опираться на хороших, приличных людей, которых в нашей стране еще много, не перевелись. И среди молодых тоже попадаются хорошие, приличные люди. Вот я на них больше ориентируюсь. А что касается властей, ну, там есть сложности, хотя у меня там контакты есть. Но я об этом не буду. Так, итак, самое важное, на основе чего все это делается, построено, проверено на компьютерных программах язык смыслов. Это то, что позволяет все существующие и любые перспективные системы в едином, так сказать, коде автоматически выражать. Другими словами, любое мое слово, любое предложение, которое я говорю, любое, то, что вы слышите или читаете, может быть представлено вот на этом языке смысл а-та-ма-ти-ти-с-ки. То есть людям ничего не надо, ничего переводить. Дальше тут много всего. Я не буду об этом говорить. Опять-таки можно будет прочитать, не хочу просто внимания аудитории фиксировать. Остановлюсь немножко на основных возражениях, которые существуют против создания так называемого суперинтеллекта. Потому что то, о чем идет речь, это суперинтеллект, возможности которого намного больше, чем возможности не только любого из присутствующих, в том числе и моей, но и чем возможности любой группы людей. Я здесь для себя довольно много выписал. Вообще, это интересная вещь. Готовка к докладам – это всегда такая штука, когда можно почитать наконец-то. Когда работать, считать некогда. А вот к докладам готовишься, и сразу можно почитать всякую разную информацию новую для себя. Так что доклады, они имеют некий полезный в этом смысле план. Так вот, вот я тут начитал, что разные люди считают и возражают против искусственного интеллекта. В данном случае суперинтеллекты, вы считаете, что это практически синоним. Искусственный интеллект, суперинтеллект. Все, кто говорит об искусственном интеллекте, все имеют в виду, что в конце концов мы когда-нибудь будет супер. Одни считают, что это будет раньше, другие считают, что это будет позже. Я ещё раз говорю, не буду пересчитывать вам всё, остановлюсь только на том, что у меня выделено. Итак, почему же всё-таки заблуждение в том, что через 50, а то есть 100 лет, по мнению Бурцева, возникнет вот такой вот суперинтеллект? Заблуждение основано на нескольких соображениях. Первое соображение – у людей просто нет теории. Тот же самый Бурцев, как вы догадываетесь, МФТИ и к психологии не имеют никакого отношения. И они все пытаются сделать очень просто. Они все пытаются вот этот суперинтеллект построить на основе того, что у нас в психологии называется стимул реакции. Да, но в более продвинутом варианте стимул – промежуточная переменная реакция. Нам вообще не даст соврать, что этому сколько лет? 100 лет. Как минимум, да? Как минимум 100 лет. Вот это их главные, так сказать, теоретические постулаты. У всех. У всех. Конечно же, он неправильный. Ну и Бог с ним. Будем мы их разубеждать – не будем. Хотят – ради кого. Пусть попробуют. Пока с аванки, Господи, ничего не получается. Но те наши люди, которые в лабораториях вроде той, которая возглавляет Бурцев, находятся, они такие же. Они тоже считают, что стимулы реакции, мы правильно там все построим, и все будет работать. Я и их тоже не буду убежать. То есть себе. В конце концов, они играют от правительства, получают. Должны как-то активно. Вот такая вот история. Но… Она очень живучей оказалась. Это… Она самая простая. Она живучая, потому что простая. Только, как говорится, особо задумываться не надо. Понятно. Вот и все. И дальше уже можно что угодно говорить. Так. Теперь несколько серьезных возражений. Главное серьезное возражение исходит из того, что за суперинтеллектом невозможно установить никакого общественного контроля. Вот тот же самый Илон Баск, многие другие люди. Они говорят об этом совершенно открыто. И я полностью солидарю с этим мнением. Какой-то общественный контроль установить за тем, что умнее тебя раз так тысячу примерно. Это бессмысленная затея. Это пустое. Как предлагается решение? Это проблема на самом деле очень серьезная. Я же вам говорю, что два-три года мы с вами не узнаем, не увидим, не услышим. Но если в Штатах такое что-нибудь поддадут, то почувствуется это очень легко. Ракеты наши будут падать. Сболеты перестанут нормально лететь. Вот такие вот вещи будут происходить. Не дай ты Бог, если они не додумаются и что это такое сделают. Не дай ты Бог. Так что нам остается надеяться только на Всевышний. Что он не позволит безобразию случиться. Ну пока же системы, управляющие мировыми какими-то биржами и диспетчерами, холодильники в основном мире, они пока не имеют интерфейса взаимосвязи с системой. Это нам спросить, кто сказал? Ну это обычный магазин Эльдорадо, там нет, у холодильника пока выхода. Понимаете какая штука? Магазин Эльдорадо, который есть здесь стоит, во-первых, это не то, что в Москве. В Москве магазины Эльдорадо все связаны в сеть. Я не знаю как здесь, в Сочи, в Москве точно. Я имею в виду, что бытовая техника пока еще обходится без умного дома. Без умного дома, совершенно верно. Во-первых, умные дома даже в Сочи есть, я думаю. А во-вторых, надо иметь в виду, что уже сейчас американский конгресс заботился тем, каким образом предотвратить вот эти вот кибернетические угрозы. На что такое кибернетическая угроза? Это воздействие, не санкционированное на внутреннюю сеть компьютеров. Внутренняя сеть компьютеров есть в Пентагоне, внутренняя сеть компьютеров есть у нас, и т.д. Несанкционированные воздействия на эту сеть можно организовать. Евреи, например, организовали такое несанкционированное воздействие в своё время на внутреннюю сеть, которая управляла иранскими установками по обогащению урана. Как это было сделано? Это было сделано в открытке Сочников в своё время, года, по-моему, четыре или пять назад. Сделано было следующим образом. Какому-то умнику из иранцев на флешку было сброшено, не буду сейчас говорить, что, но неважно, в общем, некое сообщение. Представим себе так. Он сдувал, с этой флешки, открыл и прочитал это сообщение на одном из компьютеров этой внутренней сети, и дальше большая часть иранских компьютеров просто-напросто что-то. Передали сообщение для того, чтобы центрифуги работали ускоренно, а когда она работает ускоренно, не успевает, что называется, остыть, не успевает остыть, там перегрев выходит из края. Всё. Иранская ядерная программа лет так на пять-шесть отлетела в сторону. Иран решил покинуть соглашение, которое мы теперь знаем вроде бы как работает. Американцы хотят от него отказаться, но пока оно ещё работает. Вот такая была история. Я почему об этом говорю? Ну, во-первых, вопрос. А во-вторых, надо иметь в виду, что существует огромное количество способов. Огромное. Начиная от покупки, что, в общем, несложно. Ну что там миллион долларов заплатить человеку, чтобы он флешку куда-то ставил? Всё. А этого достаточно. А миллион долларов, вы знаете, она не такая большая проблема, как может показаться некоторым, у которых в карманах 20 долларов. Это не проблема. Я уж не говорил, сколько за такие разработки платить. Не буду. Ну так вот. Итак, возражение – это очень и очень серьёзное. Потому что действие действительно. Никакого общественного контроля. Да. Я ещё не сказал. Общественный контроль другим способом собирается организовать Европейский парламент. Вот в прошлом году в Европейском парламенте обсуждалась как раз вот эта тема, тема суперинтеллекта. И они думали, да, доклад специальный запросили от своей Европейской комиссии. Как это всё сделать? Как можно контролировать? В очереди, чтобы придумали в Европейском парламенте, вот тут я написал, буду говорить с вами с вами, Это поручить правительству разработать специальные, чтобы в каждом роботе, разработать специальную штуку такую, чтобы в каждом роботе был выключатель, чтобы его всегда можно было отключить. А как отключить вставленную флешку? Убейте, понимаете? Как отключить ту самую программу, которая живёт у вас на компьютере, а вы ничего не знаете? Это бред. То есть уровень понимания вот этой европейской бюрократии, он находится, ну, по-моему, даже ниже пляжицы. Не понимаете они, о чём вообще речь идёт? На роботе должен быть этот самый тумблер, чтобы его можно было отключить. Ну, на роботе один робот отключится, в 90-х другим подойдут и сразу его включат. И всё. И всё. И кончится вещь общественной контролл. То есть это бред. Сколько угодно они могут этот самый бред там внутри себя переваривать. Это их личное дело. Но у нас тоже есть люди, любители подбредить. Тоже думают, что вот создадим какой-нибудь общественный комитет по искусственному интеллекту, он там будет что-то контролировать и так далее и тому подобное. Ну, это ничуть не лучше европейского уровня. Такая ерунда. Ничего они будут контролировать. Но деньги будут прилично зарабатывать. Это да. Это в этом смысле. Для них да, для меня нет. Мне более другие вопросы интересуют. Деньги я могу и так зарабатывать. Так. Дальше. Другой вариант общественного контроля. Экспериментальная проверка программ. То есть вот считается, что можно компьютерную программу прогнать 150 раз и посмотреть, как она работает, и сразу скажем, что там будет внутри. Сразу вам скажу, как человек, который написал много компьютерных программ, это такой же бред, как и предыдущий общественный контроль. И причина очень простая. То есть вот в той программе, которая у меня функционирует на компьютере, не самая совершенная. Программа, которая реализует алгоритм, на которой я все сказал. Там примерно 34 миллиона строчек кода. 34 миллиона. Чтобы вы так могли представить объем того, что просто надо прочитать. Я не говорю понятия, а просто прочитать. Для того, чтобы хоть как-то сориентироваться, что же делает эта программа. Это примерно, я так прикинул для себя, это примерно 100-100 страничных томов. Сколько времени нужно будет, чтобы это прочитать? А еще надо понять, еще надо осознать, что из этого может проистекать. Можно это сделать? С моей точки зрения это фантастично. А как говорит мой сын, он тоже программист, легче новую программу записать, чем понять, что делает та, которая 34 миллиона строк. Это, конечно, не совсем так, но тем не менее, порядок, как говорится, цифр показывает. Так, ну и наконец, тот же самый отчет Еврокомиссии, о котором я уже говорил, и тоже свою, так сказать, отчетную деятельность следующими фразами. Роботы, боты, андроиды и другие формы искусственного интеллекта способны начать новую промышленную революцию, которая затронет все сферы общества. Ну и дальше. Причем потенциально это может привести к практически безграничному благоденствию. Вот тут я с вами согласен. Потенциально это действительно может привести как к нашему уничтожению, так и к практически безграничному благоденствию. Поскольку у нас конференция посвящена гуманитарным вопросам, сразу могу сказать, значит, необходимость в работе большинства специалистов, психологи только в исключении составляют приятные, отпадет. В том числе инженеров, в том числе и компьютерных специалистов. Я как один во всех лицах, поэтому я и компьютерным специалистом тоже являюсь. Вы что будем делать? Обратно на дерево залезть? Ничего подобного. Нет? Нет. Не то, что не залезть. Просто у нас будут, как бы это сказать, сплошные олимпиады до праздники, олимпиады до праздники, от праздников к олимпиаде. И главное не в этом во всем будут психологи. Но психологи-то точно, потому что человека же никто не отменит, если он сам себя не отменит. Поэтому у нас с вами в этом смысле перспективы самые много приятные. И всегда вам будет приятнее общаться с человеком, если он хороший и кого заслуживает, чем пусть даже с самым умным искусственным интеллектом. Так что с психологами здесь всё в порядке. А вот что касается остальных, в том числе и компьютерщиков, тут да, проблемы будут. Итак, фактически речь идёт о том, что в случае создания суперинтеллекта человек как фактор развития цивилизации окажется просто ненужным. Я надеюсь, объяснять ничего не надо или надо пояснить, что такое фактор развития цивилизации. Такие фундаментальные вещи требует пояснения. А здесь есть выключитель. Ну, хорошо. Ну, вы, европейцы же и задумались до этого. То есть, если, простите, да, если нельзя проверить программу, которая управляет, грубо говоря, кардиостимулятор у тысячи людей, да, предполагаю, что тот, кто её написал, может заложить там специальный код и, например, по его команде… Какую маленькую нельзя заложить специального кода, она слишком короткая, её может проверить. По поводу кардиостимулятора. Нет, нет, ну, можно и поставить сигнал, и прямо в процессе она же может перепрограммироваться, перепрограммироваться. Это нет, она слишком маленькая. Ну, хорошо, ладно, кардиостимулятор, да, серьезно, а самолёты… Это такая штука называется big data. Это вот когда в большом массиве ищут, я хотел тут чуть позже об этом говорить, ищут данные, например, для того, чтобы поставить правильный диагноз. Вот в этом поиске big data, там программа уже посложнее и подлиннее, вот туда что-то можно проснуть. Ну, в общем, да, и раз, и по его воле все выключаются. И единственный способ остановить это всё дело – это отрубить ток этой программе. Ну, это самое простое, но это надо вообще отказаться от электричества и вообще от энергии. Потому что именно, ну, как бы, в этом… И это ещё одно заблуждение. Спасибо, что сказали, я об этом не говорю. Это всё то же самое, что нажать на… Тумблер. Да, на рубинник, тумблер, выключить ток и так далее и тому подобное. Ну, понимаете, какая штука? В принципе, вас можно напоить до бесчутей, и меня можно напоить до бесчутей, я не пью. Но теоретически можно представить, что мне там заливают какого-нибудь коктейля в глотку, и я ляду. Теоретически возможно такое, да? Да и практически, я думаю. Попробуйте. Это не просто. Это не просто. Для этого мне надо руки связать. Я вообще и драться умею. Так что это не такое простое дело. А потом ещё и сократы будут ходить по необходимости, хотя это очень не люблю. Но, я почему об этом вам говорю? Вы же будете сопротивляться. И я буду сопротивляться. Мы с вами будем думать, как бы не сделать так, чтобы нас привели в бесчувственное состояние. Так или нет? Ну… Вот. Так что же вы думаете? Суперинтеллект глупее нас с вами? Что же он не подумает, что кто-то может выключить свет? Не предусмотрит такой возможности? Ну… Обязательно. Смена заявления. Обязательно предусмотрит. Обязательно сделает так, чтобы были такие люди, которые… Как только вы подойдёте к Рубинину, у вас сразу будут в башке. Раз, так. Вот. Люди. Не суперинтеллект. А он уже с ним поработает. За деньги. За деньги. За цен. Ну, я… простите, это просто комментарий. Про… Я читал таких статей, но я слышал несколько историй, связанных с тем, что как только… ну, Японии, по-моему, искусственный интеллект создателей в Америке, как только они давали… То есть, вот, ресурсы этого, ну, скажем так, программного механизма, программно… короче, аппаратного комплекса, были достаточны, чтобы отвечать на вопросы, и был вопрос о том, что было с человечеством, то первое, одно из первых действий, который говорил, что он сделает, когда получит свободу, это убьет всех людей, потому что именно в людях, собственно, самая большая угроза. Ну, это один из самых таких простых вариантов, чтобы людей не пугать, как следует. Смею вас заверить, что… ну, не будет у суперинтеллекта, даже в самом его плохом варианте, задача убить всех людей. Я говорю, простите. Люди и так будут делать все, что сказано. Люди на выборах как голосуют? Особенно в тех… я не буду сейчас на… Тех же Соединенных Штатов. Ну, вы, наверное, догадываетесь. Читаем. Александр Николаевич, а сколько вообще основательные прогнозы создания такой системы суперинтеллекта? Вообще-то это не из области просто научной фантастики. Тут я могу придумать себе все что угодно. Это я понимаю. Я уже в прошлом году по этому поводу говорил, но сейчас тоже скажу. Значит, прогнозы абсолютно основательные. Если этим ребятам удастся либо спереть… Ну, это не так просто, я тоже буду сопротивляться, да? У меня, больше не у кого. Либо самим додуматься, до чего додумались мы. Значит, искусственный интеллект будет у них создан в течение трех лет. Денег у них навалом. Посадят программистов. Программисты все, что надо, напишут. И нам ханат. Вот и все. То есть проблема, на самом деле, в психологии. Потому что неправильная вот эта стимул-реакция. Вы нашли нечто другое. Абсолютно другое. Это действительно так. И мы все время об этом говорим. Куда надо идти и как надо идти. Почему они это не схватывают? Ну, если вам правильно сказать, там же проще. Значит, как устроены мозги у компьютерщиков? Они всегда ищут самый простой путь решения проблем. А проблема у них конкретная. Нужна, например, вот проблема машинного перевода, да? Вы знаете, что там надо подумать, там какой-то текст. Не надо думать. Зачем? Эту проблему машинного перевода прекрасно решили все буквально от Гугла и кончая Яндексом. И знаете как? Просто до примитива. Огромное количество всего, чего переведено. И огромное количество того, из чего это было изначально получено. Из одного множества с помощью специального нехитрого алгоритма в другое множество. Вот у вас есть связь. Да? С чего? Реакция. Ничего больше. Но потому что big data, это огромное количество данных, вам тут трудно представить. Это терабайт информации. Иначе ничего не получится. Практически каждое высказывание может быть правильно отвечено. Практически каждое высказывание на русском языке может быть, ну на русском не знаю, а вот на французском, да, точно. Переведено правильно на английский. Проверьте. Я проверял. Работы практически идеальны, по крайней мере, с французским. Ну, с русским там другие, французские. С русским немножко сложнее. Big data будет побольше с вами, не беспокойтесь. Да, уверен, уверен. То будет больше сам. Это временное дело. Просто у них русских текстов меньше, чем француз. Учение переводят как doctrin. Да, да. Вместо того, что learning. Придом, что в Adcrash есть диапазон, там learning будет бесконечно. Они мимо проходят. Почему мимо? Да, да. Ну, мимо, потому что в большей части текстов написано doctrin. Вот и всё. А делается очень просто. По большему количеству употреблений. То есть по вероятности нахождения... Ну, я сейчас не буду на математическом языке. Могу рассказать? Нет, не надо. Это у нас уже второй докладчик на очереди. Второй на очереди. Значит, времени у меня с ним не осталось. Ладно. Тогда я вам не буду рассказывать массу, 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 массу. Ну, пожалуйста. Ну, нет. Ну, как? Такая интересная штука. Пять минут. Пять минут. Вот. Смотрите на этого человека. Железным лицом. Посетим подольше. Ну, если интересно. Тихо, тихо, тихо. Если интересно, я продолжу. Нет, дело в том, что у всех интересные доклады. Но я не хочу занимать, во-первых, внимание аудитории, приковывать, так сказать, к своей персоне. Потому что есть и другие интересные доклады. Это первое. А второе, все-таки, конечно, тяжело. Это голливудский актер какой-нибудь? Нет. Это робот. Робот. Самый настоящий. Никакой не актер. Вот он может такие вещи делать, когда нужно. Так. Ну и вот. Но уже без этого я точно никак не могу обойтись. Дело в том, что я сейчас являюсь председателем фонда, который мы недавно создали в городе Москве. Он зарегистрирован. Все как полагается. Фонд, который будет заниматься ровно тем, о чем я вам говорил чуть-чуть раньше. Он называется Фонд содействия создания. Видите, компьютерной психики. Но попросту компьютерной психики. Значит, у нас там есть соответствующие визиты, счеты и все такое прочее. И сейчас люди работают над созданием сайта. Но у нас есть немножко. Немножко я говорю не потому, что их немножко, а потому что в сравнении с тем, что есть у Велона маска, это просто, как вам сказать, вот у него рука, а у меня наготовка. Понимаете, да? Вот так. А так, для наших, так сказать, дел это не очень немножко. Денежки кое-какие есть. Ну и еще будут. Но дело-то не в этом. Дело в том, что для того, чтобы построить то, что нужно, денег-то нужно много. Очень много. И без огромного количества, без армии программистов здесь не обойтись. Поэтому то, что есть сейчас у меня, на армию программистов, скажем прямо, не потянет. Итак. А Вы замените нам армию своими гениальными прозрениями. Я могу, как в Белом солнце пустыне, там был у них Сухов. Помните? Да-да-да. Так вот, кто-то там говорил, что Сухов может заменить Роту. А нет. Или там, что там, взвод, а то и роту, да? Можно заменить взвод, а то и роту. Но извините, я ни дивизию, ни армию. Ясно. Я хоть и не Сухов, но тоже по чему умею, но дивизию я и армию тоже не знаю. Это невозможно. Физически невозможно написать. Я 34 миллиона строчек кода написал, но я убил на это 10 лет. 10 лет. Физически я не смогу написать несколько миллиардов строчек кода один. Ну нет, но весом, конечно, мне дадите еще пять жизней. Жизней. Да. Я напишу. Я все умею и буду писать. Итак, обращение. Люди добрые и больные, мы совет фонда создания, содействие созданию и внедрению компьютерной психики, которую я представляю, обращаемся к каждому из вас. Ангелы-хранители, но это вот из прошлого моего доклада, не будут созданы без вашей помощи и поддержки, а роботы-убийцы уже создаются. Святая правда, я же не все вам прочитал, что вы написали. Огромные корпорации ради своих сверхпоявлений, международные жулики и аферисты ради власти и безнаказанного обмана уже выкачали и продолжают выкачивать из нас с вами миллиарды долларов на создание того, что в недалекой перспективе уничтожит нас всех. Сразу скажу, если кому-то хочется быть частью матрицы, то по мне ты получишь смерть. И они не остановятся, сколько бы мы их не предупреждали об опасности. Только мы с вами, совместными усилиями, создав могучих хранителей, а именно социально ориентированные и комплютные личности с доминирующими родительскими ценностями и соперинтеллектом, обеспечим будущее человечества. Может быть, это выглядит слишком пакушно, но я верю и в вас, и в нас. Какой прекрасный. Ну и наконец, я тут рассказывал о том, какие проекты у фонда и так далее, мы все пропустили по настоятельной просьбе Натальи Николаевны. Ну да ладно. Наталья Николаевна. Наталья Николаевна, я прошу прощения. Есть несколько вариантов вашего участия. Вы можете участвовать в одном или нескольких проектах фонда. Минимальный вклад в один из проектов может быть изуалитет 150 тысяч или 3000 долларов. Если это слишком накладно, можно ставить много вариантов. Уже реклама. За счет конференции. Да, 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 натурально. Ну а если уж совсем все тягостно, ну хотя бы расскажите о нас в социальных сетях. Все равно будет полезно. Может быть, наконец-то в нашем правительстве все-таки одумаются и решат, что ну два года упустили, но хотя бы так. Может быть, как-то подключаться. Я об этом, честно, не очень. Но все может быть. Так, если у кого-то что-то по этому поводу есть, пожалуйста, обращайтесь. Пока можно практически напрямую. Александр Анна Олегов, Яндекс.ру. Я могу сбросить тех, кто заинтересовался в соответствующей информации на компьютер. Да, если с деньгами там проблемы, потому что я так понимаю, что у меня больше, чем у присутствующих. Поэтому брать деньги из тех, у кого это так, мне это не очень хорошо. Поэтому я вам сам дам. Да. Об этом Лилия Вадимовна скажет. Наш фонд поддерживает некоторые исследования, которые идут на совершенствование механизмов алгоритмов компьютерной психики. И в рамках этих исследований я сам вам дам. Деньги небольшие, но сразу говорю, это не миллиарды долларов. Понятно. Александр Николаевич, а правительство знает что-то, но не делает? Или они просто не знают вообще? Александр Николаевич, могу сказать, да. Ситуация там интересная. Там в основном крутятся люди вроде Гурцева, о котором я тут уже говорил. Это толковые люди. Я ничего не могу сказать. Но он не знает психологику, просто совсем. Они наивно полагают, что общий мировой тренд, какой вот он есть. Ну просто американцам, так сказать, под этот тренд выделяют, грубо говоря, 5 миллиардов долларов, а нам дать хотя бы 1 миллиард рублей. Ну если те за 5 миллиардов ничего не сделали, почему какая надежда, что они за миллиард рублей что-то сделали? Тем более большая часть специалистов, это абсолютно точно, чтобы вам там не говорили наши власти придержащие, да, уже уехала за океаном. И прекрасно себя там чувствуют. И получается, смею вас заверить, ну вот 10 тысяч долларов – это такая более или менее средняя зарплата для приличного компьютерщика. Вот и всё. Вопросы дальше есть? Вот как действует наше правительство. И у него советники в основном такие. Надеются на лучшее. Да, вопрос. Можно вопрос? Да, да, конечно. Вот относительно термина «компьютерная психика», который вам в заголовке доклада. Это ваш термин? Мой. И тогда хотелось бы услышать определение. Насколько я поняла, компьютерная психика – это не то же, что суперинтеллект. Суперинтеллект – это одна из щеки. Вот, пожалуйста, определите термин «компьютерная психика». Хорошо, хорошо. Компьютерная психика – это такая система, которая на самом деле моделирует целостную психику человека. Причём человека умного, эрудированного и так далее. То есть в компьютерной психике, в отличие от суперинтеллекта, есть ещё и то, что у нас называется потребностная сфера, есть ещё и то, что называется ценностная сфера, есть ещё и сфера восприятия и так далее и тому подобное. То есть это суперчеловек? Это компьютерная модель, общая компьютерная модель целостной человеческой психики. Абсолютно справедливо. И в какой мере эта модель сейчас разработана? Ну, если об этом речь идёт, то это какой-то проект на будущее или это замысел или что-то уже сделано в этом плане? Ну, большая часть алгоритмов, которые необходимы для того, чтобы это полностью воплотить в компьютерную программу, есть. Большая часть. Большая часть. В разных сферах психики. Очевидно, да. Ну, это какой-то материальный аналог всего этого нашего психологического хозяйства. Я так понимаю. Я так понимаю. Все психики целы. Сама-то реальность. Коммьютерная модель целостной психики. В этом случае. Ну, если это действительно реализуется, то это как-то сверх грандиозно. Вот я и говорю, это что-то из области научной практики. Какая-то фантастическая. Ну, да. Вот-вот-вот-вот. Бурцев и компания так считают. Я не очень хочу. Это бессмысленно. Ну, может быть, ничего не скажу. Значит, давайте я сейчас скажу по поводу того, что здесь прозвучало. Выглядит, возможно, фантастично. Ну, когда я начинал, лет это 15 назад, для меня это было точно такой же фантастикой, какой для тех, кто сейчас меня слушает. Но за эти 15 лет я немножко так помнил, прочего сделал. Приходим, что ничего фантастичного в этом нет. Нужно просто очень-очень много написать. Это те алгоритмы, которые я еще не проверил. Значит, то, что здесь я написал в ГФУ, там, 15 штук этих пунктов, да, это я все уже проверил. Но есть еще вещи, которые я не проверил. Ну, короче, идет вещь об электронном мозге, модели электронного мозга. Электронной психики. Психики, не психика. Электронный мозг – это другое. Это ребята работают на так называемых математических нейронах. Тоже могу рассказать, тоже делаю интересное, но не буду. Вопрос тогда по модели. Понятно, структуры восприятия нужны. Понятно, структуры, связанные с интеллектом и сознанием тоже нужны. Как, или зачем, и от чего отталкиваются структуры к потребностям? О! Хороший вопрос, между прочим. Вот я его долгое время себе не задавал, пока, наконец, не прочитал американские работы по суперинтереку и так далее и тому подобное. И понял, в чем наше, как говорится, главное отличие. Дело в том, что традиционно у них там, на Западе, считается, что потребностная сфера, то, что связано с мотивацией, эмоциями и так далее, это как-то что-то такое отдельное. Так вот, я посмотрел собственные теории, оказывается, не то, что нет. Да, почему отдельное? Потому что это, вроде бы, никак не помогает познанию. Я серьёзно говорю. Я из западных работ собираюсь, с которыми, кстати, нужно говорить, примерно то самое и вытекает. Для психолога это тревиальщина. Да, да, да. А для компьютерных? А для компьютерных гемов, как они говорят, компьютер с мистикой, да? Это не тревиальщина, это их жизнь. А самое проблематичное, что они сейчас на все главные попасты в психологии поставили своих комплекторщиков. Да, я тебе по-германию. Верю, верю. Ну, я же вам не даром говорю, что там пишут, какую чушь они пишут в докладах. Да. Знаете, сколько стоит этот доклад? Нет? 10 миллионов евро. Вот это такой чушь. Ну, ладно, это похуй. Так вот, да, я ещё не ответил, сейчас буквально две минуты. Держу ваше внимание. Так вот, что здесь важно? Важно, что согласно теории, которая легла в основу всего этого, получается, что те, ну, скажем так, существа, люди, там, не важно, которые обладают нормальной потребностной сферой, там, где когнитивные ценности высокие, там много-много всего, я не буду сейчас перечислять, они потенциально могут лучше решать задачи любые, чем те, кто этой потребностной сферой не обладает. Вот и всё. Так что у нас с вами появляются очень существенные преимущества. Они там будут долго варианты перебирать, я имею в виду американцев, да? А у нас вот эта самая потребностная сфера, о которой вы говорили, она позволит резко сократить перебор вариантов, передвижение гиппозис, много-много чего. И это, кстати, в одной из моих программ там частично реализовано, я в провере, это действительно так. Так что психологию надо знать, именно психология, а не всякое. То есть, если, например, компьютер, да, я так понимаю, что потребность на мотивационную сферу придётся моделировать человека, ну, переносимый. Ну точно, обычно так. Как бы специфически компьютерных потребностей, кроме потребностей в электричестве, но я не думаю, что у него как-то так. Оно не живое, не органическое, поэтому… Нет, потребность в электричестве мы ему туда включим, все. Ну, как бы, да, вот. То есть, мы модерируем с человеком. Получается, мы модерируем туда некие личностные черты. Именно так. Именно они делают вот этот конкретный суперразум, или эту психику, или индивидуальность. Появляется индивидуальность. Супер психику, она появляется индивидуальность. А она может быть же… Вот, вот, правильно, ваш вопрос, я понял. Именно поэтому и речь идет о социально ориентированной компьютерной личности с родительскими ценностями. То есть, она нас как детей выпускает. Вот это вот самое страшное. То есть, чувак… У меня в детстве очень хорошо била мама и дядька ремнями. Понятно. Ну, как бы они имели… То есть, они понимали, что их нельзя не особить доступе, потому что, ну, как бы, грубо говоря, все-таки, ну, с регуляцией там стоят. Там заложат такого хорошего родителя. Там заложат, как правильно… Правильного родителя. Хорошего родителя. Мои родители были правильными. Они меня ремнями не били. Они мне так в основном ничего не запрещали. И, ну, как говорят в народе, я рос в доставке и добрее. Ну, там серебра-то, по-моему, не важно. Советов серебра не было особо. Но, в общем, неплохо. Неплохо. Поэтому мне, как говорится, грек жаловался на своих родителей. И я сам к своим детям отношусь. Ну, то есть, ни разу. Такой ремень бы. Что? И прекрасно получилось. Не потребовалось никакого ремня, ничего. Ну, просто когда… Вот такие будут компьютерные связки. Я, к сожалению, прошу прощения. Бывали дорогие. Так. Оций.